Колин МакКрей всегда будет ассоциироваться у нас с золотом и голубым цветом Субару. Это то, с чего начиналась легенда, как она развивалась и как достигла своей кульминации, когда Колин выиграл титул чемпиона WRC. И именно в 95-м году он достиг того, чего не удавалось дуэт ванедному британцу. И, конечно же, ошеломляющий успех был достигнут отнюдь не на болиде класса WRC. Колин достиг успеха на импрезе 555 в машине группы А. Сейчас мы находимся в Италии. И вот настоящая импреза 555. А это лучшая импреза Колин МакКрей Эдишн. Ограниченная версия с заводским номером 1. А там нас ожидает горная дорога, любезно перекрытая местной полицией. Добро пожаловать в настоящий рай для любителей группы А. Карло Боролли – это тот человек, благодаря которому ожила лучшая импреза в версии МакКрея. И у нас с ним определенно есть что-то общее. Мы оба неоднократно были зрителями ралли 90-х и наблюдали за всем с замиранием сердца. И особенно захватывало дух тогда, когда рядом приезжала импреза МакКрея. Вокруг стоял такой грохот и шум, и за рулем, конечно же, был Колин. И от происходящего вокруг у нас просто срывало крышу. И для нас мир уже никогда не был прежним. В 95-м году я был еще школьником, и тот момент, когда Колин взял золото, для меня был всем. Колин МакКрей и его импреза – черные лошадки того времени. Сразу же вспоминается тот нереальный стиль вождения. Сочетая это с фирменной фразой Колина, наверное, это и были золотые годы ралли. Для Карла это все служило вдохновением, чтобы самому выступать на ралли. А позже это вдохновило его на то, чтобы приобрести настоящую раллиную импрезу X-Works 555. Но он жаждал большего. Ему хотелось создать некую серию наследия раллиных машин, для того, чтобы пламя группы А никогда не угасало. Его идеей было собрать настолько приближенное к раллийным аппаратам машины, насколько это возможно. И в особенности его интересовали машины, собранные ProDrive с 1993 по 1996 год. И, конечно, некоторые запчасти тех времен были безвозвратно утрачены. Но многие из них удалось восстановить или воспроизвести с учетом 25 лет технологического прогресса. И речь как раз о лучшей импрезе Колин МакКрей Эдишн. И сейчас нам повезет побывать у нее за рулем. Но сначала, дамы и господа, у нас для вас есть дополнительное угощение. И эта машина с номерными знаками L439BXP. И это самая настоящая легендарная импреза 555. Эта машина использовалась в итальянском чемпионате по ралли в 1994 году раллистом Пьеро Лиати. Чуть позже он выступал на ней в чемпионате WRC вместе с МакКреем и Сайенсом. Также за руль этого болида садились Ричард Бернс, Микки Биазон и Стиг Бломквист. Идут мурашки по коже от этого списка имен. Говоря о которых, вот он, собственной персоной, Пьеро Лиати. И это действительно он в своем фирменном комбинезоне Pro Drive. И после такого любому фанату ралли будет очень непросто, особенно за рулем. И поэтому сначала за руль сядет Пьеро, пока я не успокоюсь и не приду в себя. Итак, приступим. Продолжение следует... П». П if вернее... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь осторожнее... Продолжение следует... 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 И, конечно же, мне пришлось получить разрешение и даже благословление от самой семьи, самого Колина Макрея. Мне удалось пообщаться с его отцом Джимми, и он просто замечательный человек. Я встретил его три года назад на историческом ралли Райли Лэйдженс. Семья любезно пригласила меня к себе домой, и Джим Макрей произнес следующие слова. Мне очень нравится думать о том, что кто-то возрождает легенду импрезы. Также нравится, что кто-то вновь связывает имя импрезы и имя Макреев. И после этих слов я понял, что получил зеленый свет. Итак, у нас план сделать всего восемь автомобилей. Один автомобиль будет создан для того, чтобы отметить победу Колина в мировом чемпионате ралли. Получается семь отдельных побед в самостоятельных гонках и одна общая победа в чемпионате мира по ралли. В 1995 году. В 1995 году. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поверить не могу. Да, это просто фантастика. Эта машина более отзывчивая и более точная. Давайте представим, что вы бы получили такую машину в 1995 году. Тогда мы бы несомненно выиграли все гонки. Был бы очень большой отрыв, да? Да, совершенно верно. Карло сравнивал новую машину и старую оригинальную. И получилось, что на километр выигрыш 2,5 секунды. Да, да, да. Да, да, да. Я предпочитаю 2, потому что она более реактивная. Здесь два положения работы центрального дифференциала. Первый – это так называемый реактивный, когда нужно занести заднюю ось на выходе из поворота. И второй режим центрального дифференциала, который более спокойный. И при помощи этих регулировок можно настроить не только режим работы центрального дифференциала, но и режим работы и отклик на педаль газа. Но это изменение режима работы педали газа больше используется для мокрых или влажных условий. Но если сухо и отличный зацеп, то тогда это мы не трогаем. Интересно, ведь эти машины очень похожи визуально, но ощущаются внутри они совершенно иначе. Оригинальная Impreza 555 – она как трактор или как телега, а новая версия – гораздо более плавная. Ого! Подхватывает она гораздо веселее. Вторая передача. Да нет-нет, все нормально. Теперь снова на вторую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Но, к нашему сожалению, его нет сейчас с нами, и он не может пережить то, чем мы бы хотели сегодня поделиться. Но если все-таки вы сможете купить эту импрезу в версии McCray Edition, она и правда подарит вам нечто особенное. Субтитры создавал DimaTorzok